Самарский центр занятости населения готовит реестр инвалидов, чтобы упростить систему для работодателей, особенно для соискателей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорили на расширенном заседании клуба работодателей. С какими сложностями сталкиваются при поиске вакансий, какие штрафы предусмотрены для руководителей компаний и предприятий за нежелание принимать сотрудников с инвалидностью, разбирались наши корреспонденты. 442 инвалиды в регионе пытаются устроиться на работу, решить проблему их трудоустройства должно квотирование. Сейчас в свободном доступе 1142 вакансии. Об этом говорят на расширенном заседании клуба работодателей. По закону при штате от 35 сотрудников руководство организации обязано создать как минимум одно рабочее место для инвалида. Те, кто этого не сделает, будут выплачивать компенсацию государству. Совершение данных правонарушений влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Установлена также ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление в государственный орган или должностному лицу сведений. Данное правонарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц от 300 до 500 рублей, на юридических лиц от 3000 до 5000 рублей. Собранные средства планируют направить на меры по трудоустройству инвалидов, например, создание оборудованных рабочих мест для инвалидов. Сами работодатели говорят, что зачастую сталкиваются с трудностями. Нужно как-то со своей стороны найти, изыскать возможности, обратиться к вышестоящим органам. Наша организация не самостоятельно утверждает штат, его утверждают органы исполнительной власти. Это тоже требует времени и так далее. Тут нюансы просто в специфике нашей организации. Уровень трудоустройства инвалидов на сегодняшнюю дату около 35%. Если мы сравним с общим уровнем трудоустройства безработных, то он составляет 60-70%. Правительством Российской Федерации, правительством Самарской области перед нами ставится задача повысить уровень трудоустройства людей с ограниченными возможностями до среднего показателя по всем категориям безработных граждан. Для этого на портале «Работа в России» создан раздел, посвященный вакансиям для инвалидов. Сейчас в нем собрано более 70 тысяч предложений от работодателей. В планах увеличить их количество к 2020 году до 200-250 тысяч. Татьяна Пудова, Сергей Александров, Новости губерния. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова